привет привет всем мы едем в зоопарк решили зулечку выгулять я тоже там сама не была честно говоря заодно посмотрю зулечка там сзади сидит она страдает сегодня страдает знаете из-за чего у нее закончился интернет это надо умудриться 4 гигабайта закончится сколько дней ты здесь 5 дней за 5 дней уничтожитель интернета а сегодня воскресенье как мы знаем в турции в любой день не по полный счет а только в рабочие дни сегодня она без связи да специально для тебя один магазин будет какой-нибудь прошибленный придет на работу специально для тебя откроет так что сегодня буду снимать вам зоопарк я каждый раз когда мы ее снимаем может кто-то не видел тысяча второе сниму каждый раз люди новые подписываются и не все же старые видео смотрят мы приехали к ассансеру я вам его уже снимала не раз смотрите фотограф работает в процессе съемки здесь свадебная фотосессия вот они сейчас мы поднимемся вон туда наверх я не помню я вам днем снимал а снимала в нем тоже принципе и ночью снимала я вам ассансер и днем снимала я вам Ну, раз я поднялась, решила я вам снять все-таки еще раз эту панораму, порадовать ваши глазки. Здесь ветерочек, но я надеюсь, он не помешает вам смотреть на эту красоту. Снимаю на айфон. Здесь всегда очень много народу, очередь бывает, которая ждет, конечно же, сфотографироваться. Здесь мир как на логике. Высота отсюда какая. Измир как на ладони. Тут кусок зачем они закрыли, наверное. Голос. Замёт. Голос. Оно. Общи. Особо. Это на рынке Кемералты. Вот такая кафешка интересная, красивая. О, и кися там лазит. Видео называется «Найди кошку». Она охотится там на кого-то. Гороба. Гороба. Элис, просто присели мы здесь. Конечно, когда стемнеет, здесь будет намного красивее. И вот эти вот лампочки тоже зажгутся. И будет красота. Привет, девочки. Я приехала к зятю на работу. У него здесь есть курочки. Есть маленькие цыплята, но не совсем маленькие. Они здесь сейчас на улице где-то гуляют. И привезла свою птичку к ним, чтобы они его научили кушать. Вот он сейчас сидит внутри. Потому что он не хочет сам учиться категорически. Вот пришлось привезти. Я надеюсь, что здесь он научится наконец-то питаться. И можно будет его выпустить в природу. Тяпыть, тяпыть, тяпыть. Но он спокойненький здесь. Здесь еще две вот такие собаки. Вторая там внутри где-то. О, курочка. Тут мой муж машину свою моет. Орвался. А, играть хочет. Короче, вот такое вот здесь царство. Вот здесь они, друзья. Вот это лид computer. Я кое-как? Лидом. Да, я конечно. Одент. Что же есть? Здесь мокрый, он спотыкается бедный. Короче, вот такое вот дело. Ну, пока его приняли нормально. Ни курицы, ни цыплята, ни собачки, никто не накидывается. Все подошли, посмотрели его, обнюхали. Ну, все нормально. Надеюсь, все будет хорошо. Потом расскажу о последствиях. На этого. Играет сам с собой. Смотрите на этого. Один сам с собой играет, другой кувыркается. Смешные такие. Нашел себе игрушку. Зашли мы с подругой в магазин. Мудо. Кстати, забыла название сказать. Почему я стала здесь снимать. Здесь, в принципе, очень хорошие, качественные вещи. Мне понравилась здесь, знаете, примерочная комната. Обратите внимание, насколько интересно. Интересно сделано так, ну, по крайней мере, мне это бросилось в глаза. Я как-то не замечала раньше, вот такие примерочные. В обычных магазинах, это обычный магазин, не такой бутик, прям супер с ценами этого, где в пределах 200-100 лир можно купить какую-то вещь. Вот я. Так, на мне сегодня вверх Алиэкспресс, очки, очки, сумка и рубашка Алиэкспресс, а низ Турция. Вот такие вот комнаты интересные, примерочные. У меня подружка там плачушка себе присмотрела, желтенькая мерит. Я ее жду. В каждой примерочной зеркало разное. А? Я видео снимаю. Да, бедита. А, ты видишь. Ни одного одинакового зеркала нет. Да. Что забрать? Не подошло желтое? Нет, как будто не забывай. Ну да, не подошло ей. Цвет красивый, но модель не ее. Вот, кстати. Вот это платье она мерила. Сейчас я вам покажу. 89 лир его цена со скидочкой. Яркая, такое, сочная платьушка. шортики. Цвет такой бесподобный. 50 лир. Ткани хорошие здесь. Очень приятные натуральные ткани. Большинство натуральные ткани. Убочка в моем стиле. Длиннющая, до пола, но цвет белый я бы не хотела бы у юбки. И цена, в принципе, нормальная. 60 лир со скидкой. Большой магазин, кстати, на той стороне. Там аксессуары для дома. Сейчас покажу. Вот такое. Тут много всего. Можно зайти и увидеть. Это не только именно что вы зайдете и найдете здесь только одежду. Нет. Здесь не только одежда. А вот и сторона другая. Смотрите, какая красота. Это огромные, да, свечи. Ух ты! Люстра. 2360 лир. Интересно, а почему она такая дорогая? А, она серебряная. Внизу тоже есть. Там внизу баня, домашний текстиль. Кухня. Ну, всякие декорации. Туда спускаться уже не будем мы. Зули на счастье. Зеркала большие. Зуля от одного зеркала к другому ходит. Она очень любит красивые, большие зеркала. Вот так. боже, боже, как здесь уютно. мягко, Вы знаете, даже не хочется отсюда уходить. Обычно как бывает, заходишь в магазин, раз-раз-раз посмотрел и ушел. А отсюда не хочется уходить. Поближе подойду. Поближе подойду. Ну, потому что много красивых вещей. Куда взгляд не установишь, везде вот что-то есть, что хочется снять. Бесподобно. Знаешь, магазин не выглядит как магазин. А это касса. Ну, и все, закрываюсь. Думаю, достаточно вам этого магазинчика. А, вот опочивальня там какая-то, ее тоже засниму. Ой, ну как же вот это не снять, а? Вот я же говорю, куда взгляд не установит, вот куда не поверну голову, что-то хочется снять. Вот такое деревце, 556 лир. Бесподобный магазин. Обстановка такая, очень уютная. Вот видите, я уже попрощалась и все равно дальше продолжаю снимать. Ну, и все, закрываюсь. Ну, и все, закрываюсь.